Здарова, это Шамшурин, и это видео называется «Тебя бросила девушка, кто виноват?» А если ты сейчас в такой ситуации, что тебя бросила женщина, и ты переживаешь развод, разлуку, разрыв, развал, если в твоей жизни когда-то, рано или поздно, была такая ситуация, то, опять же, здесь не стоит расслабляться, потому что когда-то это может повториться. И я понимаю каждого мужчину, и я сам был в такой ситуации, когда меня бросали девушки. То есть это очень больно, обидно, печально, неприятно, ничего не хочется делать, все валится из рук, тебе кажется, что мир повернулся к тебе задницей. И особенно это больно и неприятно, когда ты не понимаешь, почему это произошло, когда тебе кажется, что ты делал все для этой девушки, делал все для того, чтобы ей было хорошо, с тобой был самым классным, вот таким вот прям просто няшным, пушистым, зефиром, облачком, но в итоге эта плохая женщина от тебя ушла, она тебя бросила. И, безусловно, проще всего обвинить в этом ее, обвинить весь мир и свалить все причины на нее. Но изначально я, конечно же, в этом видео расскажу тебе о нескольких основных причинах, почему девушки могут бросить мужчину. Но мораль видео не в этом. Мораль видео в следующем, что ты обязательно должен подумать, а может быть я сам приложил к этому руку, может быть я сам в этом виноват, может быть я что-то делал не так, я где-то накосячил, я где-то ошибся, я где-то что-то лишнее допустил, может быть я сделал какие-то действия, которые я не замечал, но они привели к произошедшему, к тому, что женщина от тебя ушла. И сейчас мужчины вообще перестали, во-первых, думать, во-вторых, они перестали брать на себя ответственность, то есть если ты явно накосячил в какой-то ситуации, да, это твой косяк, твоя ошибка, да, конечно же, виноват ты, женщина ушла. Но если тебе непонятно, почему она ушла, а не всегда они говорят нам настоящую причину, то, конечно, всегда виновата только она, это же она ушла, это же не я от нее ушел, это же не я накосячил и не я ее выгнал. Но в отношениях всегда виноваты две стороны. И очень важно научиться давать себе обратную связь, анализировать все до мелочей, почему случилась та или иная ситуация, и эта ситуация не исключение. Почему так важно именно для тебя, для твоего собственного счастья, чтобы ты был счастлив и радостен, почему нужно уметь анализировать, уметь разбираться в этих ситуациях, препарировать их. Потому что в следующих отношениях, если они у тебя, конечно, когда-либо состоятся, если ты тут не утонешь в слезах, когда-нибудь ты найдешь себе следующую девушку, и все может повториться, может быть рецидив. Ты можешь также, делая какие-то вещи неправильно или не делая то, что нужно, спровоцировать девушку на то, что она может от тебя уйти. И для того, чтобы дальше такого не случилось снова, ты должен сейчас очень внимательно смотреть это видео. И часто бывает, что мужчина видит только то, что хочет видеть, только поверхностно всю ситуацию, ни в коем случае не желая разбираться, что же там внутри, почему так произошло, какие причины были для этого. Итак, причины, почему девушка могла от тебя уйти. Первое. Она тебе изменила, ну и ушла. Это самое печальное, самое обидное, самое неприятное. Я ни в коем случае не оправдываю ее поступка. Ни в коем случае не пытаюсь ее выгородить. Этому оправданий нет. И если бы она сначала от тебя ушла и сказала, все, чувак, иди в жопу, и потом изменила, еще было бы ладно. Но если она с тобой в отношениях, будучи, и уж тем более, если она была твоей женой, то этому оправданий нет. Но давай подумаем, что могло к этому привести. Конечно, она такая сякая, там, третья-десятая. Безусловно. Я много веду консультаций с мужчинами на тем отношений. И опыт показывает, что бывают и такие причины, когда мужчина, живя с женщиной, например, пару-тройку лет, за последние полгода или несколько месяцев даже не притрагивался к ней. В плане секса, естественно. Почему такое может быть? Не важно. Может быть, он ее не хочет. Может, она ему надоела. Что-то еще, что-то еще. Но она тоже живой человек. И у меня есть такой батюшка знакомый, отец Александр. Я не особо, скажем так, отношусь к церкви, но общаюсь с разными людьми. И есть такой человек, который говорит следующее. У него еще такие церковные какие-то термины. Он говорит, если девицу месяц не гладить, то она расстроится. И здесь была такая ситуация, что я много раз видел, когда мужчины не притрагивались месяцами и годами к своим женщинам. Женщина живой и здоровый человек. Ей хочется секса, хочется близости, хочется ласки. И в итоге они создавали условия для того, что эта девушка изменяла им и уходила от них. Еще раз хочу подчеркнуть, что ни в коем случае я не поддерживаю эту историю. Конечно же нет оправдания, но сам факт, что если сейчас у тебя такая ситуация, и ты не сделаешь работу над ошибками, не подумаешь, что может быть ты стал отчасти причиной, она же не может терпеть несколько лет это, то в следующих отношениях ты рискуешь тем, что может произойти то же самое. Следующая причина. Например, ты был конченным каблуком, и поэтому она тебя бросила. Конечно, ни один мужчина не признается в том, что он каблук. Ну, большинство не признается. Для этого нужно иметь какую-то осознанность и взгляд со стороны. Но представь себе, если ты подкаблучник, она совершенно перестала тебя уважать. Совершенно перестала тебя ценить как мужчину. А если женщина не уважает мужчину, то она его никогда не полюбит. Если даже какая-то любовь была, если нет уважения, она рассыпалась. Если она тебя не уважает, значит она тебя не любит. Если она тебя не любит, значит она тебя не хочет. И в какой-то момент, как только появляется на горизонте мужик, который зацепил ее тем, что у него есть яйца и мужской стержень Она уходит к нему, а ты остаешься ни с чем А ты сидишь и думаешь, какой я несчастный, она меня бросила Вот так вот И кстати, почему ты стал подкаблучником? Давай подумаем Подкаблучником не становится вот так по щелчку Это процесс постепенный, но достаточно сжатый во времени Не нужно 10 лет для этого, достаточно полгода или год Когда ты изначально выбрал не совсем ту девушку Она начинает и сам себя неправильно стал позиционировать Она начинает постепенно нарушать твои личные границы во всех смыслах этого слова И ты проглатываешь это, ты не пресекаешь это сразу То есть ты сам виноват в том, что ты стал подкаблучником Потому что ты не пресекал этого И в какой-то момент обнаружил себя в статусе полнейшего каблука И естественно, что делать женщине с таким человеком рядом? Она уходит Но кто виноват? И если ты не сделаешь выводов, то в следующих твоих отношениях Ты можешь так же прогнуться по женщину Утерять позицию сверху, либо никогда ее не иметь И получишь тот же самый результат И если уж мы заговорили о выборе То следующая причина, почему женщина может от тебя уйти Потому что ты изначально выбрал не ту женщину Куда ты смотрел, где были твои глаза, где были твои уши Где были все твои органы чувств, когда ты ее выбирал Если ты не увидел очевидных каких-то вещей, которые тебя не устраивают Если ты пригрел змею у себя на груди То вопрос времени, когда она тебя укусит И вот настал момент, когда она тебя укусила Поэтому очень важно иметь возможность выбора Это первое А второе, нужно разбираться, нужно научиться разбираться в женщинах так Чтобы ты уже на стадии первого общения понимал Стоит с этой девушкой строить отношения или не стоит И еще одна причина, например Она говорит, угасли чувства, больше нет чувств Тут вопрос такой, что да, почему они могли угаснуть? Здесь тоже ты мог быть причиной того, что они угасли Только нужно немножечко проанализировать и подумать Я не говорю, что всегда только ты во всем виноват Но я говорю к тому, что если ты сейчас не научишься анализировать и думать А не виноват ли в чем-то я То рискуешь в следующих отношениях натолкнуться на то же самое Столкнуться с тем же самым Вот и все Погасли чувства Вот, а были ли они эти чувства? Зачастую мужчины уже в самом начале отношений Добиваются, заслуживают, присмыкаются, уговаривают, просят, убеждают Выбери меня, выбери меня, я же самый классный, самый классный И в итоге происходит что? Женщина не любит такого мужчину, не хочет Она просто соглашается на него, потому что все делают плюс-минус то же самое Общаются с позицией снизу А ведь, ну ладно, вот этот вроде самый лучший Вот и все Поэтому иногда и часто бывает так, что вообще изначально никаких чувствах речи быть и не могло Потому что тем более о том, что они угасли Еще одна причина Женщина говорит, мы слишком разные, поэтому уходит Разные люди, это хорошо, всегда разные люди притягивались То есть, чем более вы разные, тем вам интереснее и веселее друг с другом Тем больше вы друг друга дополняете Скорее всего, здесь она не имела в виду, что у вас разные предпочтения Или там вы любите булки из Макдональдса, там, а она любит здоровое питание Нет Разные, это когда вы разные по мировоззрению По ценностям, по целям и вашим смыслам глобальным Здесь вы обязательно должны совпадать Иначе ничего не получится Представь себе некого мужчину, который в начале ухаживаний, на первых свиданиях Рассказывал женщине, как он мечтает стать там богатым, знаменитым, таким-сяким Добиться каких-то высот, чего-то еще А в итоге проходит полгода или год И этот мужчина валяется на диване и уже полгода не может найти себе работу А его девушка работает, крутится, вертится, старается и так далее И возможно, что ты тот человек, которому не нужно многое в жизни Ты говоришь, меня вполне устраивает однокомнатная квартира на окраине того города, где я живу Мне нравится эта работа, пусть небольшая зарплата, но зато стабильная Есть какая-то, мне нравится, я там кайфую и так далее Есть какая-то перспектива роста Ты такой человек, например И ты имеешь право быть таким И ничего плохого в этом нет Равно как и ничего хорошего Потому что, например, если твоя женщина амбициознее тебя Если она изначально стремилась к большему, хотела путешествовать, хотела дорого одеваться Хотела открыть какой-то большой магазин, что-то еще, что-то еще То есть у нее просто больше амбиций И она имеет право быть такой Я знаю много женщин, которые сами чего-то в жизни добиваются Стараются, крутятся, вертятся И не хуже, чем мужики, у них получается хороший результат Если ты думаешь, что такого не существует Это, опять же, только твоя картина мира И получается, что у вас со временем этот диссонанс В виде ценностей, устремлений, мировоззрения, целей, смыслов Он все больше и больше и больше И все разваливается И женщина говорит Все, мужик, я пошла Я не хочу с тобой быть Я ухожу А ты сидишь и думаешь Вот меня бросили, я такой бедный несчастный Если в следующий раз ты неправильно выберешь себе женщину Если ты такой, кому много и не надо Выбери себе женщину такую же, которой много и не надо Либо сделай так, чтобы тебя замотивировала эта девушка Почему она тебя не замотивировала Это только твоя вина Ты не оторвал свою жопу И не стал развиваться Не стал становиться лучше И это только твоя вина Причин может быть еще очень много Ключевой смысл этого видео такой Для того, чтобы с тобой не произошло то же самое В следующих отношениях Тебе нужно научиться анализировать Произошедшие сейчас Нужно научиться подумать А может быть я где-то упустил Тебе надо научиться разбираться в женщинах на стадии выбора Сразу видеть Подходит та или иная девушка для отношений Именно с тобой или нет Тебе нужно освоить всю психологию отношений Женско-мужских И естественно быть внимательней в самом начале С самого начала отношений И я приглашаю тебя на свой тренинг Про отношения Который будет вот о чем В нем мы поговорим о том Как найти себе достойную Самую лучшую девушку для отношений Как не ошибиться в своем выборе На что нужно обратить внимание Какие есть нюансы Которые обязательно к тому Чтобы ты обратил на них свое внимание Как не стать подкаблучником в отношениях Как не потерять позицию сверху Соответственно уважение женщины и любовь Как сделать так, чтобы женщина твоя Никогда тебя не бросила Как сделать так, чтобы она наоборот Цеплялась за тебя Держалась за тебя И считала, что блин, как же я без него Он самый-самый лучший, что есть в моей жизни Как сделать так, чтобы женщина по-настоящему тебя ценила И уважала Как всегда хотеть возвращаться домой Не дойти до такой степени Когда ты идешь домой с работы И думаешь, блин, мне не хочется туда И самое главное еще раз Как сделать так, чтобы женщины тебя не бросали И понимать, по каким причинам это происходит Об этом я расскажу тебе на своем тренинге Про отношения В котором не просто расскажу Еще и разберу детально и подробно Все твои вопросы и ситуации Записаться на этот тренинг Ты можешь, нажав по ссылке под этим видео Забронируй себе место уже сейчас Потому что количество мест ограничено Также там есть тест Совершенно бесплатный Который должен пройти каждый уважающий себя мужчина Все ссылки под этим видео Жду тебя на тренинге про отношения Увидимся Шамшурин Пока Субтитры сделал DimaTorzok